Всем привет, друзья! Ну, наконец-то приобрел наш украинский солод фирма Malt Europe французское оборудование в принципе отзывы неплохие говорят хорошего качества солод такого европейского вот, ну, будем пробовать не будем верить словам будем пробовать сами и сегодня будем варить Хифи-Вайтсен классическая немецкая пшеничка Хифи-Вайтсен пшеничный 3,5 килограмма и пилснера 2,5 килограмма хмель-перле немецкий 25 грамм ну, на 25 литров получается грамм на литр сильно горькое не люблю а вот дрожжи я буду использовать все-таки понравившиеся мне GV12 от Монтанса очень хороший у них вкус, ароматика не такие они резкие вот этого фенольного запаха нету пшеница ну, все, кто пробовал, говорят пшеница the best поэтому будем использовать дрожжи GERWIN GV12 так, ну обычное у нас получится затирание двухотварочное весь солод на 45 засыплю вот, потом основной затор буду поднимать, нагревать прямым нагреванием до 52 оставлю на 20 минут а одну треть отберу до кипения доведу и потом этой отваркой подниму до 65 45 40-40 минут буду все это осахаривать через 15 минут вторую отварочку до кипения и потом этой подниму до 75 все, в принципе варим 90 минут хмель добавляем 5 грамм за час до конца 5 грамм за 30 минут до конца и 15 грамм будет у нас такой не сильно горький ароматный охлаждение засев брожение там 15 дней 17-18 градусов такая эль пшеничный эль будет а вот и мои запасы такой бурундук запасся вот целый мешочек взял пилснера базового вот харьковского производства цена приятно удивляет потому что кастом малтинг покупал пилснер по 32 гривны за килограмм вайрман тоже 32 гривны за килограмм этот я купил мешок за 13 гривен килограмм очень даже хорошо ну что ну солод вроде неплохой чистенький грязи нету пахнет приятно килограмм я тут еще прикупил карамельки меланоидинового сейчас они нам не понадобятся а вот пшеничка пшеничка тоже вроде неплохая но немецкая немножко все-таки немецкая немножечко почище наверное будет это какая-то как побитая какая-то там все ровненькие ну не думаю что это на качестве там скажется ну посмотрим все посмотрим будем начинать молоть но сначала уже столкнулся с проблемкой пшеница она намного тверже и мельница плохо ее захватывает прокручивается поэтому пшеницу надо смешивать с золотом вот так вот равномерненько перемешать и тогда она молотца будет более плавненько мельница быстро но аккуратно воду заливаю практически всю оставляю только промывочную мельница мельница удобненько наливай когда раскручиваешь замороженные с медом мед прокипятил в течение часа где-то процентов 40-50 получился сиропчик остудил и залил все и заморозил в принципе уже пробовал нормально работают сейчас они в холодильнике при плюс 5 где-то при плюс 2 оттают немножко потом я в сусло добавлю и они как раз пенкой пойдут оживут и тогда закину уже на брожение 45 начинаем засыпать калашма малашма разбиваем комки манки глюканы пощипали разделяем теперь теперь эту хрень отдельно не то и до кипячения а эту хрень отдельно это доводим до 52 а это до кипения не все-таки какая-то хрень плавает вон видно ну немножко соломки есть не такой чистый 54 градуса 20 минут а это переводим на более интенсивный огонь соединяем 65 отлично 40 минут сразу водичку пускай закипает на промывочку дрожжечки наши оттаяли сусло я прокипятил с праймера с предыдущего ну вот пускай разбраживаются теперь 15 минут отбираю на вторую отварку вторая отварочка будем поднимать до 75 купил бачок 40 литровый для пищевых продуктов попробую в нем заквасить певчанский ну сейчас кипяточком пролью его чтобы запах убрать пластмассой воняет еще пару раз так сделаю думаю поменьше будет вонять пластмассой ну а у нас тем временем 40 минут прошло осахаривание соединяем поднимаем до 75 75 не получилось 73 получилось ну нормально ждем 10 минут проводим йодную пробу если не получается ждем еще пока не осахарится короче будем ждать пока не осахарится потому что пшеница гонит крахмал очень серьезно посмотрим сколько потребуется времени бурая коричневая еще минут 10 пускай постоит бурость вот это уйдет повторную ну что в принципе нормально сильно не меняет свет значит практически все осахарилось все фильтруем полчаса уже кипит пену я поубирал вносим первую дозу хмеля полчаса до конца второй хмель ого опухи плавают ты видел так все 15 минут до конца последний хмель ну вот что это такое вот это куски капец белка конечно выше головы я полчаса сюда налил перекись водорода бутылек все это оно с перекисью простояло ну и теперь через наш фильтр в коньячке он лежал ножики залил сюда крышка не герметично стоит поэтому никаких гидрозатворов не надо литров 30 получилось и 3 литра праймера все бродим плотность кстати 12% вот у нас хефевайцин бродит неделю уже при температуре 16 градусов без гидрозатвора крышечка не плотно болтается брожение брожение нормально происходит ну нормально вроде нормально запах замечательный смотрим смотрим на вкус как будет ну вот и наш хефевайцин получился вот такой бланш мутнявый но вкус вроде такой прикольненький правда не на пшеничных дрожжах посмотрим если будет очень вкусно очень хорошо значит рецепт имеет право на жизнь привет друзья наконец настал тот час когда можно попробовать пшеничку отстоялась она у нас в погребе недельку отдохнула набралась сил можно пробовать ну цвет такой чисто пшеничный бланшевый мутненький хорошо закарбонизировалась будем пробовать вот стаканчик прикупил по феншую чтоб все было красиво красота суперски настоящий хеффивайцем что там с запахом запах классный чуть-чуть чуть-чуть хмелем основной такой пшеничный солодовый идет насыщенный такой хлебный классный классный муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу байки с курицем вhece Прям вот чувствуется, оно такое густое даже, как будто вот хлеб, солод, очень мощный, насыщенный солодовый такой вкус, пшеничный. Хмелевая такая нотка, небольшая, чуть-чуть там хмеля, на послевкусие идет чуть-чуть такой хмель, горчиночка, вообще слабенькая. В основном идет такая солодовая, пшеничная, насыщенная, вкусовая гаума, очень классная. Обалденное пиво. И в то же время, что мне в пшеничке в оригинальной не очень нравилось, ну лично для меня, это вот такой яркий фенольный запахи. Я тут использовал обычные дрожжи, элевые, GV12. Они не дают этой яркой фенольной нотки. Мне почему-то вот кажется, фенольная нотка, как будто вот там гуаш налили, какая-то краска. Не очень нравится, хотя вкус обалденный. Поэтому я сделал вот такой вариант, не пшеничные дрожжи. И мне понравилось, мне понравилось чисто хлебный, солодовый, запах получается пивной, классный. Но вот нет вот этой резкой пшеничной нотки, ну как фенольной, которая используют для пшеницы. Кому нравится именно тот вариант запаха пшеничного, конечно, не будут очень довольны. Но кому не сильно нравится именно вот этот вот фенольный запах дрожжей пшеничных, будут очень довольны. Потому что вкус просто замечательный, просто замечательный. Но и в то же время нет вот этой резкой нотки. Очень вкусное, обалденное пиво. Апетит пробуждает зверский. Как аперитив перед обедом вот такая штука. Так что я доволен. Пшеничка получилась, как я и хотел. Мне очень понравилось. Будем делать. Всего хорошего. Делайте хорошее пиво. Пейте, наслаждайтесь. Подписывайтесь на канал. Пока.